Жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства в Сочи начался еще в прошлом году. Результат работы мониторинговых групп – это миллионы рублей в бюджет города. С января 2017 года специалистами проверено порядка 600 организаций и предпринимателей. Теневые выявляются регулярно. Специально для них заместитель прокурора города Сочи сегодня рассказал об ответственности, которую они понесут за несоблюдение трудового законодательства. Помимо штрафов и отстранения от деятельности, в ход могут пойти и статьи Уголовного кодекса, но это в худшем случае. Пока же основные нарушения сочинских бизнесменов – это бездоговорные отношения с работниками, нулевая отчетность и налоговые инспекции. По данным же трудинспекции, из 350 тысяч трудоспособного населения 70 тысяч зарплату получают в конвертах. Если эти же люди получали бы и заработную плату официально, и даже самую минимальную в размере 10 тысяч 770 рублей, то бюджет города в виде налога получил бы 1 миллиард, отмечают контролеры. От зарплат в конверте страдают сами горожане. И порой даже еще до пенсии. К примеру, нет налоговых поступлений, нет новых детских площадок. Ведь бюджет курорта социально ориентированный. Ребенка в детский сад сегодня отдать, бюджету это стоит 125 тысяч рублей. В школу ваш ребенок входит 150 тысяч рублей. Тогда объективный вопрос у прокуратуры, у администрации города. А почему педагоги, врачи, другие законопослушные люди должны платить налоги, и это поступает в общую налогооблагаемую базу? А 70 тысяч человек в нашем городе вообще не платят. Нарушители, которые сегодня попали на комиссию, получили уведомления на проведение проверки своих предприятий гострудинспекции. А штрафные санкции за нарушение трудового законодательства достигают 100 тысяч рублей.